Завтрак готов С творогом, зеленью и сыром Приготовила завтрак, встала в планочку Все как надо Здравствуйте, мои дорогие Правда, сегодня с утра Это уже второе видео Но поздороваться-то надо Время 7 часов Сейчас поедем на море с девчонками Юля сегодня уезжает Вечером Поедем еще купаться Не помню, в какой передаче это было Лектор общества знаний И там что-нибудь понеслась Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр Я в советские времена На работе Выбрали секретарем общества трезвости Это модно очень было Даже камера упала от возмущения Не знаю, кто выдержит такое Ну и модно, значит, выпивать Чаек на свадьбах там все И послали меня в Москву на Даже не знаю, конференции, наверное Это какая-то была На конференцию дали бейджики Такие все как надо И мы поехали на эту конференцию За два дня отгулов Я поехал с огромным удовольствием Даже два дня отгулов Когда тебе 18-19 лет Это великий кайф Мы приехали Собрались люди И на трибунах там все по очереди вещали Ну, о том, что надо пить, что это не главное Я, в принципе, эту точку зрения разделяю У меня вообще к алкоголю такое отношение Камера возмущена Я не люблю это дело Нет, не люблю, но умерла И очень не люблю, когда это переходит к границе разумного И мне нравилось это все слушать Единственное, что смущало, на трибуну поднимались люди У которых внешний облик без слов говорит, что это вот большие любители Видимо, дни, которые им выдадутся за эти выступления Им были нужны как раз для того, чтобы это все Уйти в запой очередной Попить по полной И это, конечно, было так смешно Потом у меня был, я даже все время вспоминаю Такая красная, яркая такая картонная бумажечка на ней была Мандат, конференции там, общество трезвости там туда-сюда Я такая вся ходила и все ржали На свадьбах пили из самоваров Но только не чай, конечно Наливали туда водку и жрали все как по плену на ноге Делали вид У нас просто в стране нет культуры питья Но русский пить не умеет Это на самом деле Вот совершенно мы не самые пьющие нации Вот когда-нибудь вот выезжаешь за границу И потрясаешься, как это умеют делать люди И они ничего личного Ну они это делают не хуже русских Дурь у них своей хватает И я считаю На самом деле Никак это от нации не зависит Когда говорят, что русские любят Сколько я знаю русских, которые не любят И не интересные, и многое, и не нужно И сколько знаю тех, которые там за бутылку душу продадут Все это личное, как книги Кто-то читает книги, кто-то не заметили Как у нас сейчас возвращается У меня недавно девочка молоденькая Я где-то еду в электричке И смотрю, все читают электронные книги Но все равно это больше уже стало Одно время вообще не читали И тут мне какая-то девушка говорит А вы знаете, что сейчас модно читать книги Это так прямо престижно считается Что это такие люди от этого Вот человек как раз из этого общества Про которого мы сейчас говорили Он, видимо, после лекции идет Всю ночь где-то читал Устал, идет, бредет Дорогу не очень хорошо видит И вот люди стали читать Возвращаются к интересным книгам Ну, книги, вот мне интереснее читать книгу Даже, чем кино смотреть Потому что там ты видишь Ты придумаешь все, грубо сам Как ты это видишь А кино все равно это тебе режиссером Ну, не навязанное, скажем Но его видение Какой-то там тему, которую он освещает А ты, может быть, это про себя представлял Более красочно и интереснее Поэтому книга мне вот Вот и все Ты издеваешься? Не, серьезно Хорошо сказали Прямо как будто наступали в конференции Все Да ладно Не досказывай себе про алкоголь Надо досказать Все подумают чуть-чуть Включай Угу Видите, мы как едем На пляж поехали Ну, и возвращаясь к теме Алкоголя Вот Вот Для кого-то это Момент расслабления, да? Да Человек выпил И ему кажется, что Все проблемы ушли Я однажды разговаривала с мужчиной Мне тогда было лет 30 Он работал с нами Он Всю жизнь проработал Корректором И редактором В изнательстве Такой очень Умный Интересный Собеседник С ним разговаривать было интересно Я его как-то спросила Скажите мне, пожалуйста По поводу Вот Говорю, вообще Вы Чем занимаетесь Свободное время? И я вдруг узнаю Он мне тогда казался таким Ну, уже Взрослым дядей Ну, по-другому Мне сейчас не хочется говорить Потому что я Примерно сейчас Такого возраста Как он тогда Ему был где-то там Ну, заболтос Не будем кокетничать И вообще считается Страшной женщиной Которая не боится сказать Сколько ей лет Ну, а на самом деле Чего бояться? Мне будет 55 в этом году Ну, я буду бояться У меня что, 40 станет? Нет, к сожалению И вот я его спрашиваю Чем вы занимаетесь В выходные? Он говорит Ой, я, говорит, очень люблю Прыгать с парашютом Я просто даже обалдел Вот настолько Ну, как бы мне казалось Что у него какие-то Должны быть Ну, скучные выходные В таком возрасте Мы уже все считаем Сейчас мне кажется Что в 80, наверное Уже не очень интересно Хотя я знаю Бабушек, которые По полной живут Обалдеют Так вот он мне говорит Я прыгаю с парашюта Потом у нас зашел Разговор об алкоголе И он как-то сказал У меня такое правило Какая арка там над морем Я ни разу не видела Сейчас видела? Я даже не знаю Что за арка? Я не знаю Что за арка? Да военное тут что-то было Угу И я его спросил Про алкоголь Он говорит У меня есть такое правило Я никогда не пью Если у меня случилось Какое-то неприятное событие Никогда Потому что Когда ты просыпаешься С утра То Никакие проблемы Твои не ушли А к ним Прибавилось Чувство Нездоровья И Все проблемы Становятся Более ярким Поэтому Он говорит Мне нравится выпить Когда у меня Какое-то радостное событие Во-первых На радостях Как правило Люди не нажираются Потому что не ищут Какого-то спасения в алкоголе Ну Выпил И получил удовольствие Умение Вовремя Остановиться Делает Культурным Время Провождение А когда ты Превращаешься В животное Которое Просто Уже Водку не пьет А кушает Ну Это некрасиво Вот Нам бы Если бы Всем немножко Изменить К этому отношению Опять начала давать советы Я говорила Что это некрасиво Если вам нравится Лежать в лужице Ну и Лежите В принципе Это ваше личное дело Просто вы всегда Должны помнить Что на вас смотрят В первую очередь Ваши дети И Когда им кто-то Расскажет Как вы лежали в лужице Или они сами увидят Самим потом Будет не очень приятно Я вам желаю Хорошего вечера Сегодня Бокальчик Красного венца С сырком Например Или еще что-нибудь Ну что захотите А Количество Вы должны Сами определять Может все взрослые Знают как надо делать И что А мы на море Какое море красивое Посмотрите Да Море вообще не бывает Некрасивым Так Ну для моря Оно даже зимой Когда Плохая погода И оно Такого стального цвета Все равно красивее Я тетка на море жила И я Работала В гражданской нации И у нас были Билеты С 1 октября По 1 мая Ну 50% Кто только устроился Мы молодежь были Я Ездила только Вот в октябре И до мая Но зимой Никогда не съездила О чем может быть Даже жалею Но это Такое время Весна на море Как мне это нравится Такая красота Запах моря Особенно яркий Появляются Первые цветы И когда ты прилетаешь От нас Ну сейчас для нас Это не проблема Куда-то собрался И улетел А в те времена Когда мне было 20 Это было конечно Потрясающе Когда ты вдруг Оказываешься там У нас не было возможности Таких Летать как сейчас Все летают без конца Куда-то И оказаться Сегодня утром на работе А завтра вечером Там где-то еще Или в обед Ну это вообще не проблема И сейчас этим Никого не удивишь Да и удивлять не надо Никого кроме себя А себя радовать приятно Так вот море осенью И весной Это конечно Чудесное дело Ну прям Только единственное все время переживаешь Как же хочется искупаться А нельзя Ну не Можно Можно Здоровье не позволяет Холодно Да Прохладновастенько Что-то по моему было поменьше ямочек Мне так кажется Когда мы раньше сюда приезжали Горазно причем Ну ладно Мы же не одни сюда приезжали Сюда ямочки Глубже и глубже Вот мы приехали на пляжик Как вам? Загорает? Конечно Люди Пожилые не теряют времени Они больше Время ценят Это как вот сегодня Люба сказала Вот Когда приезжаешь на несколько дней на море Как ценишь время? И правда ценишь по-другому Понимаешь Что остался последний денек Или предпоследний денек А люди пожилые Как жизнь ценишь? И нам надо учиться у них ценить свою жизнь Пташки ранние Ой, какие Любы Физографиры Какие цветы были Покажи Ну как они? Ни воды Ничего Они вот Несмотря ни на что Вопреки всему И во имя жизни Да? Просто Это называется Красотель Аплодисменты Аплодисменты Редактор И озеро Аплодисменты 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 Все фотографируют. Меня спрашивают очень часто в комментариях и так пишут, а вы купаетесь? Конечно купаюсь, сейчас пойду купаться. Ну просто снимать, как я купаюсь, я не думаю, что вам доставит это зрелище эстетического наслаждения. Юля красная вся, обгорела. Конечно 4 дня. Сегодня полетит в Москву. Морем так пахнет. Хорошо. Не знаю, видно вам, нет? Какая-то утка плывет. Иди сюда, иди поближе. Голова одна с шеей, как перископ, крутится из стороны в сторону. Плывет по своим делам куда-то. Куда-то она сюда плыла. Я думала, она на берег вышла. Не знаю, куда девалась. Ну ладно, мы поехали домой. Такой свет красивый прям. Не оторваться. Представляете, я тут живу почти 5 лет и ни разу не видела дельфинов. А ребята ездили на пляж и видели дельфина. А мне как-то не везет. А так хочется. Как домой не собраться? Какие же куски отваливаются. Фотосессия. Ой, господи. Еще ноги переломаешь по этим камням ходить. Фотосессия. Фотосессия. Продолжение следует... Ну ладно, море, пока. Без воды, без земли, камни. Мне писали в комментариях, не хватает драйва. Какой должен быть драйв у меня в 63 года? Вы извините, конечно, но групповой секс, мотогонки и пьяные драки, это на других каналах. А у нас вот такой драйв. Вон опять мужчина вдалеке на досочке плывет. Вот растут розенькие. Мы никак не соберемся, не уедем. Нам надо сейчас комнату приготовить. Люди приедут. Да ехать на дальний пляж. А мы никак отсюда не уедем. Набрала водорослей высохших. Но они тут не все еще высохли. Вот они превратятся вот в такие. И я их потом, когда буду высылать, что-нибудь вам буду класть вместо упаковочной бумаги. Привет с моря. Привет.